Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат CM605 производства компании CIMA. Поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат CM605 от компании CIMA является копией компактной вариации 5,56 мм автоматического карабина М4 с длиной ствола 10,5 дюймов, а также рисцевьем. Оригинальные карабины состоят на вооружении армии многих стран по всему миру. Весит страйкбольный автомат 2,275 кг, а его длина с раздвинутым прикладом составляет 785 мм. И 705 мм, если приклад сдвинуть. Главными особенностями представленного страйкбольного автомата являются его компактные габариты, поскольку он подходит для боя на короткой дистанции, а также его небольшой вес, что обеспечивается изготовлением корпуса из нейлонового волокна, которое значительно легче металлического сплава, при этом прочнее АБС-пластика. На страйкбольном автомате установлено квадрил-цевьё, то есть цевьё по бокам снизу и сверху, на котором имеется интерфейс стандарта Пикатинни, позволяющий устанавливать лазерные целеуказатели, тактические фонари, рукояти переноса огня и блоки управления огнём по типу Unpeg. Кроме того, на верхнем ресивере расположены площадки с интерфейсом стандарта Пикатинни, на которые можно установить оптические или коллиматорные прицелы. Данный страйкбольный автомат от компании CIMA комплектуется гирбоксом второй версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксаторы тыльника приклада, снять тыльник и заглушку. Внутри трубки приклада располагается разъём минитомия с предохранителем. Модель CM605 от компании CIMA изготовлена из нейлонового волокна и металлического сплава. Из нейлона выполнены дульное устройство, цевьё, прицельные приспособления, верхние и нижние ресиверы, шторка выбрасывателя, пистолетная рукоять, рычаг взвода затвора и приклад. Из металлического сплава внешний ствол, передняя антабка, органы управления и трубка приклада. Из стали магазин имитация затвора, задняя антабка и крепёжные элементы. Тыльник приклада резиновый. CIMA CM605 оборудуется телескопическим регулируемым шестипозиционным прикладом типа крейнстоп. Для того, чтобы раздвинуть приклад, необходимо нажать на фиксатор, сдвинуть приклад в нужную позицию, отпустить фиксатор и зафиксировать приклад. Переводчик режимов огня, он же предохранитель флажкового типа левосторонний, имеет три положения. Положение сейв, когда предохранитель включен, положение сейми для ведения одиночного огня и положение ауто для ведения автоматического огня. Регулировка хоп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать рычаг взведения. Через окошко выбрасывателя видно роторное регулировочное кольцо, при проворачивании которого вверх степень подкрутки шара увеличивается. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытой мушки и диаптрического складного целика. Целика имеет регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Мушка регулировки не имеет. Для того, чтобы разложить и сложить целик, дополнительных усилий не потребуется. При необходимости целик можно демонтировать, раскрутив винт слева под крестовидную отвертку. Для крепления оружейных ремней на страйкбольном автомате имеются две антабки. Одна снизу на стойке мушки, вторая в основании трубки приклада. Кроме этого, в тыльной части приклада расположены две прорези, куда можно продеть оружейный ремень. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в шахту магазиноприемника вверх до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. А сейчас я наглядно продемонстрирую совместимость магазинов для страйкбольных автоматов AR-серии от различных производителей с представленной моделью. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. А для того, чтобы шары попадали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятки магазина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова